Несмотря на временную непогоду, солнечные лучи все равно пробиваются сквозь тучи. И, конечно, все мы хотим бежать на море, чтобы загорать. Что нужно знать перед тем, как идти на пляж? Это День на седьмом. Здравствуйте! В студии с вами Татьяна Милимко. А сегодня мы поговорим о безопасном загаре, о том, как правильно подготовить себя к принятию солнечных ванн. У нас в гостях сегодня Людмила Юрлова, врач и дерматокосметолог и кандидат медицинских наук. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что нужно помнить перед выходом на солнце? Как нужно себя готовить к этому? Ну, в зависимости от того, что вы хотите, какой добиться эффект, либо просто подышать свежим воздухом и порадоваться лучиком весеннего, летнего солнца, или получить хороший, красивый, интенсивный загар, от этого будет и подготовка соответственная. Если вы хотите хорошо загореть, для этого, конечно, желательно сначала провести специальные процедуры, которые будут улучшать тонкость рогового слоя, то есть своеобразные пилинги для тела. Их можно сделать как в домашних условиях, так и в профессиональные пилинги в различных спа-салонах, которые предлагают большое количество в нашем городе. Если же вы хотите, допустим, скажем, не являетесь таким фанатом активного загара, то можно даже пропить иногда и рекомендуется курс витамина Аевит. Это антиоксиданты для того, чтобы хорошо себя подготовить, и кожа ваша хорошо воспримет первые солнечные лучи. А что такое загар в общем? Загар – это вообще защитная реакция кожи. Это такой своеобразный зонтик, который открывает наш организм, когда на него попадают первые солнечные лучи. И ответная реакция клеток и меланоцитов, которые вырабатывают пигмент меланин. И в зависимости от того, как мы интенсивно используем, находимся на открытом солнце, защита и без защиты, будет зависит интенсивность выработки этого меланина, пигмента, соответственно, и цвет нашей кожи. Одни говорят, что загар – это полезно, другие говорят, что нет и всячески нужно избегать попадания прямых солнечных лучей. Скажите, вы как профессионал, как доктор, что думаете о загаре? Полезно это или нет? Загар, конечно, это необходимая, скажем, атрибут для нашего здоровья, но только в разумных пределах. Еще следует сказать, что все мы разные, у всех у нас разный фототип кожи. У нас как бы славян, он в принципе колеблется от первого до третьего, четвертого фототипа. Допустим, таким белокожим девушкам, как в основном являемся у нас одеситки, это первый, второй фототип кожи, здесь нужно быть особо осторожным, потому что таким людям без защиты можно находиться на солнце не больше 20 минут, даже 15-20 минут. Для людей более смуглых безопасным является это до 40 минут. Можно находиться в день. Да, на солнышке, без защиты. Если же мы хотим, или наша работа, или времяпрепровождение, либо просто отдых на море связан с более продолжительным пребыванием на солнце, конечно же, рекомендуется обязательно пользоваться солнцезащитными средствами. Мало кто ходит на море, 15 или даже 40 минут. Конечно, конечно. В зависимости от типа кожи нужно выбрать солнцезащитный фактор. Наиболее белокожим нужно выбирать факторы, это где-то SPF 50 и выше. То же самое касается и детей. Для более смуглых людей можно выбрать менее выраженный SPF фактор, это может быть 20-30. Что это такая за условная цифра? Это цифра, которая позволяет вам, чтобы вы представляли, допустим, сколько вы можете находиться безопасно на солнце. И сколько? Ну, допустим, если блондинка может, скажем, под открытым солнцем в 12 часов дня находиться 5 минут и получит ожог, то если мы берем, допустим, SPF 25, то, соответственно, 5 мы умножаем на 25, это та цифра, сколько минут мы можем находиться безопасно. Отличная математика, я думаю, и очень полезная для всех нас. Но есть еще другие цифры, говорят, что нужно наносить крем за 15-20 минут до выхода на улицу вообще. Да. Это нужно для того, чтобы, потому что у нас есть роговой слой, да, который является такой своеобразной защитой. И для того, чтобы он нас защищает от всех вредных воздействий. В данном случае мы наносим тоже крем, который нам, в принципе, не свойственен для нашей кожи, правильно? То есть для того, чтобы он попал на кожу и достиг нужного уровня, чтобы начало работать. Для этого нужно время. Каждый раз нужно использовать крем после того, как заходишь в море? Обязательно. Потому что в основном крема... Водостойки, говорят. Ну, у нас же море соленое. То есть как бы любая соль, конечно же, она смывает любой крем. То есть для безопасности лучше каждый раз после того, как вы посетили море, искупались, обязательно наносить крем. Как понять, что кожа сгорела? Очень часто не ощущаешь, да? Есть какой-то ветерок легкий, и ты вроде бы наслаждаешься просто солнышком, а потом приходишь домой и чувствуешь, что ты просто горишь. Можно ли как-то предвосхитить это, предупредить? Ну, предупредить основно это время, которое вы будете пребывать, и это, конечно же, защита. Ну, желательно, конечно, находиться не под открытыми лучами, а где-то в теньке. Что такое, значит, когда мы сгорели, что мы сделали? Это ожог. Что такое ожог? Это воспаление в коже. То есть что мы первое ощущаем? Это как бы видим небольшой отек, покраснение, да, и жжение кожи. То есть здесь мы как бы поступаем, как всегда мы поступаем при ожогах, наносим средства, это типа пантенола, декспантенола, которые будут защищать, увлажнять кожу и восстанавливать ее защитные функции. И какое-то время, наверное, солнце надо исключить. Конечно. То есть на пляж не ходить. Говорят, сметаной можно мазать. Ну, в домашних условиях лучше, если нет ничего по-другому. Это правда, но хуже не сделает? Нет, хуже не сделает, конечно. Что нужно знать о продуктах, которые можно употреблять, либо нельзя употреблять? Вы немножко сказали о витаминах, да, которые следовало бы принимать. Расскажите теперь о продуктах. Есть ли такие продукты, которые усиливают загар? Да, конечно. Есть продукты, которые содержат бета-каротин. Это, конечно, самое такое известное, это морковка. Можно выпить, допустим, за некоторое время фреш из морковного сока. То есть, действительно, загар будет более интенсивный. Это могут быть абрикосы. То есть, в принципе, это все в основные фрукты, которые есть в нашем регионе, которые мы активно кушаем, получаем от них все полезные вещества, и они содержат вещества, которые будут усиливать загар. Это и различные, и шпинат. Ну, в принципе, это все, что характерно для нашего стола. Это все препараты, которые, ну, не препараты, а продукты, которые будут усиливать загар. Важно очень помнить о том, что есть ряд средств таких вот лечебных, в качестве некоторых групп антибиотиков, которые, скажем так, обладают фотосенсибилизирующим действием. И обязательно, когда, если человек принимает некоторые препараты, обязательно нужно либо консультироваться с врачом, либо читать внимательно аннотацию, потому что даже незначительное пребывание на солнце может вызвать потом фотодерматоз. Вы сейчас заговорили как врач. Объясните, пожалуйста. То есть, лекарства, да? Лекарства, да. Которые могут что вызвать? Вызвать повышенную чувствительность кожи к солнцу, и будет ожог. То есть, если человек нормально может, допустим, полчаса, вот как бы, когда он не принимает препараты по бытии, нормально, ничего не чувствует, то здесь он через пять минут может получить ожог. Женщины часто сталкиваются потом с пигментными пятнами, которые очень тяжело вывести, да, от которых очень тяжело с ними бороться. В частности, вот ряд контрацептивов, гормональный срез тоже, вот это очень, скажем, сейчас популярно, да, для применения у женщин. Тоже об этом нужно помнить, потому что такое, скажем, попадание солнца на незащищенную кожу будет приводить к гиперпигментации. А что касается родинок, нужно ли их обследовать до выхода на солнце и, в принципе, прикрывать, даже если там нет ничего страшного? Да, обследовать родинки нужно. Сейчас существует целый, такие, скажем, создаются паспорт родинок человека, который динамически наблюдается. Все это сохраняется, понятно, в цифровом виде. Всегда это можно, существуют специальные шкалы, которые сравниваются. То есть, каждый человек можно в динамике наблюдать. Это очень важно. Но если, допустим, у вас нет возможности, или вы как бы сами еще к этому не пришли, вы должны четко помнить, что родинке обязательно должны наноситься солнцезащитный крем. Обязательно. То есть их нужно закрывать как минимум солнцезащитным кремом, по возможности вообще прикрывать? Нет. Или все равно? Дело в том, что солнцезащитный крем, он как бы защитит от ультрафиолета. А если вы просто нанесете какой-то там пласт или чем-то приклеите, он не защитит. То же самое, я так понимаю, и с зонтиками, да? Очень часто приходится видеть, как вот зонтик поставил, сидишь вроде бы в тени. Но это не защищает от загара. И самое интересное, что сейчас ученые провели такие исследования, что оказывается, вот белый цвет зонтиков, да, как мы, белые купальники, белые зонтики, как все красиво, пляж, море, оказывается, менее всего защищают от ультрафиолетовых лучей. Оказывается, больше всего поглощают темно-синий цвет. И именно сейчас рекомендую даже использовать темно-синие зонтики, темно-синюю одежду и купальники. То есть это говорит о том, что вы будете наибольше защищены от пагубного действия ультрафиолета. Хорошо, помимо цветовых каких-то, да, обозначений, все-таки у нас чаще продаются, это вот эти с пальмами какие-то зонтики, да, на рынках. Можно ли как-то их закрывать еще дополнительно? Либо от ультрафиолета вообще нет защиты, кроме той... Ну, я думаю, что можно, конечно, механически их еще закрыть, да, но, в принципе, как бы сейчас уже на сегодняшний день в продвинутых странах подаются зонты от ультрафиолета, у которых есть такая защита. Я думаю, что это уже скоро к нам тоже придет, можно будет, да. Но я думаю, что здесь чем больше защиты, тем только лучше для вас. Поговорим об искусственном загаре. Все-таки до сих пор это популярно, и солярии, и какие-то специальные кремчики, которыми намазался и уже вроде бы как загорел. Как вы относитесь к этому? Давайте начнем с крема. Искусственный загар – это очень хорошая вещь, да, которая бывает экстренно необходима, позволяя создать красивый загар, здоровое личико, да. То есть это хорошая вещь, но, опять же, кратность применения. Если вы это делаете как бы от раза к разу, прекрасно, но если вы это используете постоянно, это нежелательно, потому что все это впитывается. Мы наносим на кожу, понятно, что это попадает потом в кровеносное русло. Кровеносное русло у нас, кровь попадает в печень, и вот эти вот продукты, да, которые потом происходят, метаболизм печени. Это много токсических продуктов, но в конечном итоге страдает печень. То есть постоянно использовать эти средства не рекомендуется для здоровья. Солярий. Солярий, опять же, ну, сначала я так хочу сказать о том, что это должно быть проверенное место, где точно соблюдаются все условия, где точно меняются лампы, когда они заканчивают срок действия, потому что это очень важно, да. И опять же, бывает так, что вот перед тем, как поехать в жаркую страну, действительно, лучше пару раз ходить в солярий, да, для нас, европейцев, потому что мы, ну, никак, мы не предназначены для каких-то жарких экваториальных стран, да. Но, опять же, постоянно ходить нет. Конечно, нет. Только несколько раз, по несколько минут, исключительно, чтобы подготовить свою кожу к более полноценному загару, да, если особенно солнечные страны, то тут ходи, на пляж не ходи, все равно ты будешь загорать. Правильно, есть такие, говорят, рабочие какие-то загары. А какие часы лучше принимать в солнечные ванны? Знаем уже не один год, что до 11 или после 4. Так ли это? Да, действительно, это так. Это самое безопасное время, когда мы можем, как бы, получить хороший загар, да, с минимальным вредом для своего здоровья. Дети из солнца. Что нужно знать родителям, чтобы они вовремя обратили внимание, чтобы они подготовили ребенка к загару? Потому что, я не знаю, как у других родителей, но у меня, например, так, что намазал, и ты потом только и носишься за ними, пытаешься их выловить из воды. И как все-таки сделать так, чтобы действительно это времяпрепровождение на море стало прекрасным? Дети, конечно, еще более подвержены солнечному излучению. У них очень тонкая, в основном, белая кожа. Понятно, что она наибольшая, всегда подвергается вот этому немножечко пагубному влиянию солнечного излучения. То есть мы всегда должны понять, что мы должны использовать солнцезащитные средства для деток, да. Они бывают в лосьонах, они бывают в кремах, они бывают в аэрозолях. И обязательно следить за тем, чтобы это средство, если ребенок, конечно, бултыхается в водичке, после того, как он оттуда вышел, обязательно нужно наносить вновь. Но опять же помнить, что солнечные лучи вода еще более преломляет. То есть когда детки находятся в воде, то это тоже считается, что они находятся под открытым солнышком. Об этом точно нужно помнить. Ну и, конечно же, защищать и голову обязательно, и помнить об ушах, потому что как бы очень часто, что детки находятся в бейсболках, а уши, ушные раковины обгорают. Об этом тоже надо помнить. И когда наносится солнцезащитный крем, обязательно нужно наносить тоже его на ушные раковины. Спасибо огромное, что вы пришли к нам. Я напоминаю, у нас в гостях Людмила Йорлова, врач, дерматокосметолог и кандидат медицинских наук. Поговорили мы о безопасном загаре и услышали советы врача, профессионала. Спасибо большое, что вы пришли к нам. Спасибо. Это была программа «День на седьмом». Судья провела ее с вами, Татьяна Милинко. Всего доброго вам и наслаждайтесь солнцем.